На месте частично демонтированного жилого дома по улице Нефтяников продолжается строительство нового здания. Уже возведены два этажа. На днях бригады приступят к кровельным работам. Сдача дома запланирована на конец второго квартала следующего года. Сегодня на строящемся объекте работают электромонтажники, кровельщики и каменщики. Всего три бригады. Уже полностью возведены два этажа. Сейчас ведутся подготовительные работы под устройство кровли. Она будет вальмовая. Это один из видов четырехскатной крыши с характерными особенностями стропильной системы. Покрытие будет металлочерепичным. После обеда завозят материал. Завтра начинаем вылаживать мурлат, потом ставить стойки и стропила. Утепление будет с минеральной ватой. Будет стяжка бетонная заливаться, потом будет утепление. Пиломатериалы, поступив на стройплощадку, пройдут специальную обработку. Древесину покроют антисептиком. Он глубоко проникает вовнутрь и не изменяет внешний вид дерева. А еще этот состав обладает огне- и биозащитными свойствами. Либо строится будет навес с обогревом, чтобы качественно обработать древесину. Либо можно будет его занести в подвал, закрыть контур. И, соответственно, чтобы в тепле обработана качественная древесина. После этого она будет подниматься на кровлю и дальше уже монтироваться сама крыша. Ведутся работы и внутри здания. Каменщики завершают вкладку межкомнатных перегородок. Взялись за дело и электромонтажники. Пока специалисты штробят стены под проводку. На 16 квартир уйдет около 3 километров кабеля. Бригады электромонтажников должны выполнить полный комплекс работ. Прокладка проводки, установка розеток, подключатели, светильники, щитков, сошетчиков. Пока строящийся дом временно прогревается электротепловыми пушками. Как только рабочие закончат монтаж систем и приборов отопления, новостройку подключат к центральной теплосистеме. Дом должен прогреться, просохнуть все стены. Когда будет влажность не меньше 20%, начнутся отделочные работы. Как утепление полов, штукатуривание стен и все сопутствующие работы. Двухэтажный 16-квартирный жилой дом полностью из красного кирпича. Такие дома всегда отличались прочностью, долговечностью и высокой морозостойкостью. Тепло будет в каждой квартире и этажность не имеет значения, говорят строители. Используется дополнительная теплоизоляция из минеральной ваты. Дом будет намного теплее, а суть прочнее. Ну, также шумоизоляция улучшенная будет в этом доме. К утеплению полов на первом этаже, он будет, ну как, полистирольные гасплиты, плюс, говорится, сверху экологическая стяжка из керамзита, гасплора. Толщина стяжки 200, ну как, 200, говорится, миллиметров. Ну, как это, на 20% больше, чем обычный. То есть, ну, как, полы 100% будет очень теплые, что первый этаж, что второй. Работы на строящемся объекте выполняет общество с ограниченной ответственностью МС-групп. За ходом строительства ежедневно следят специалисты управления коммунального заказа. Завершить строительство планируют в конце второго квартала 2022 года. Новоселами станут 16 муравленковских семей. Татьяна Бойко, Петр Князев, Новости Муравленка.